Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «У книжной полки» с вами ведущая Полина Митрофанова. В издательстве Сретенского монастыря вышла монография епископа Петерговского Силуана Никитина «Финляндская православная церковь в 1957-1988 годах». Автор, которого хорошо знают прихожане Сретенского монастыря, является одним из лучших не только в России, но и в самой Финляндии, знатоков истории этой автономной церкви. И, как считает автор, это очень важная для нас страна. Ведь она продолжительное время входила в состав Российской империи, а сейчас Финляндия наш ближайший сосед. Расширить понимание финляндской церкви, а также взглянуть по-новому на ее историю. И призвана эта книга. В этом издании подробнейшим образом рассматривается положение Финляндской православной церкви в период с 1957 по 1988 годы, в который произошло немало изменений как внутри самой этой церкви, так и в отношениях с другими православными поместными церквами, а также с евангелическо-лютеранской церковью Финляндии. Ранее финляндская церковь стремилась к тому, чтобы сделать православную церковь как можно более финской. Но в рассматриваемый епископом Силуаном период ее внимание постепенно перенаправлялось от национальных идей в сторону оптимизации условий более духовного характера через богослужебные реформы, попытку получения автокефалии от Константинополя, усиление чувства общей православности через более активные отношения с другими православными поместными церквами. Как отмечает автор в предисловии книги «Финляндская православная церковь», в настоящее время является одной из трех автономных православных церквей. Семя православной веры на территории современной Финляндии было посеяно и взращено в период XI-XIV веков именно русскими подвижниками и миссионерами. Их труды и проповедь способствовали возникновению немногих, но жизнестойких приходов, перенесших в тот период времени со стороны Швеции мощную католическую экспансию на Восток и долгий период лютеранского давления с 1920 по 1809 годы. По условиям Фридрихсдамского мирного договора в сентябре 1809 года к Российской империи была присоединена Финляндия, что означало наступление нового этапа в истории православия на финских землях, да то ли входивших в состав шведского королевства. Он характеризовался значительным увеличением числа приходов и монастырей, началом использования за богослужением финского языка и переводом на него духовно-просветительской литературы, созданием православных братств и церковно-приходских школ с преподаванием в них на русском и финском языках. В истории православия Финляндии автор особо отмечает положительную роль, которая сыграла образование в 1892 году самостоятельной финляндской и выборгской епархии, а также попечительство ее мудрых и дальновидных архипастерей Антония Ватковского и Сергия Строгородского, понимавших всю сложность и специфику жизни православных среди инославного большинства. Резкая смена в начале XX века государственного курса на русификацию Финляндии, по словам автора, привела к катастрофическим итогам, которые ощущаются и сейчас в русско-финских отношениях. Реформы, связанные с ограничением тех привилегий и льгот, которыми пользовалось Великое княжество финляндское с момента присоединения к России, совсем не предполагали последствий, которые в дальнейшем коснулись православных Финляндии. Как и в XVI веке, в начале XX столетия было проведено разделение населения Финляндии на финское лютеранское и русское православное. И уже к 1917 году этот искусственный раскол привел к восприятию большинством финнов православия и всего русского как единого чуждого им явления. Это послужило тому, что православные Финляндии снова, как это было во времена шведского владычества, оказались изгоями на своей земле. Сейчас, по словам автора, можно утверждать, что период поиска особого пути финляндской православной церкви длился с 1923 по 1957 годы, то есть большую часть первой половины XX века. Этот период принято связывать с личностью первого предстоятеля финляндской архиепископии Германа Ава, возглавлявшего церковь с 1925 по 1960 годы. Две страшные войны. Зимняя война 1939-1940 годов и так называемая война-продолжение 1941-1944 годов. Потеря Финляндии и ее самой православной части, Карельского перешейка. Расселение православных карелов среди лютеран – все это практически полностью сгладило и обесценило те резкости и ошибки в церковной жизни, которые имели место в 1920-30 годы. Оказавшие среди инославного большинства приходы финляндской православной церкви стали самыми настоящими миссионерскими центрами, просвещающими светом православия всю Финляндию. Возникшие в западном обществе в 1960-е годы огромный интерес к Древней Руси и Византии, православному церковному искусству и монашеству, был мудро использован архиепископом Павлом Алмари, предстоятелем Финляндской православной церкви с 1960-го по 1987-е годы. За дальновидность и смелость в поступках современники называли Павла Алмари человеком, который родился раньше своего времени. Если еще в 1950-е годы финская общественность считала, что православию Финляндии осталось жить не больше 20 лет, то этот архиепископ своими трудами показал всему миру, что такое финляндская православная церковь и каково ее место в европейском социуме. Архиепископ Павел Алмари, ставший для финнов еще при своей жизни символом православия, является ключевой фигурой данной работы. Немаловажными для рассмотрения видятся авторы и те особенности приходской и социальной жизни Финляндской православной церкви, которые появились в исследуемый период или обрели в данное время свой окончательный вид, создание многочисленных православных братств и ассоциаций, формирование богослужебных особенностей и организация внешней миссии церкви, принципы взаимоотношения с государством и обществом. О состоянии Финляндской православной церкви нельзя говорить и без ознакомления с историей и жизнью приходов Московской патриархии в Хельсинки, Покровской и Никольской общин. Образованные в 1920-х годах, они в настоящее время являются центрами русского православия. Эта монография, по словам автора, доступна для читателей разного уровня вовлеченности в историю Финляндской православной церкви благодаря подаче материала. В издании отражены всеважнейшие события в истории церкви, повлиявшие на ее развитие. Описывается ее устройство, монастыри, святыни, братство и союзы. Надеемся, говорит автор, что слабая освященность в отечественной исторической науке истории Финляндской православной церкви, являющаяся церковью-дочерью русской церкви, будет хоть каким-то образом дополнена настоящим изданием, что может содействовать развитию русско-финских церковных отношений и послужит делу сохранения духа любви и понимания между двумя церквами. Дорогие друзья, наша программа сегодня подошла к концу. Я напоминаю вам, что новинки православной литературы вы найдете в церковных книжных лавках, и да хранит вас Господь! Субтитры создавал DimaTorzok